Смущает тренер. Вот у меня очень смущает тренер. Супер. Супер, да, потому что этот парень, который не повидал DotaMir, он всю жизнь, что в команде DK, что в команде Vichy Gaming Style в миде, у него был очень скудный пул персонажей. Он там вот эти DK, DP, там еще парочку, Viper какой-нибудь. У него 5-6 героев было, на котором он отыгрывал там чуть ли не всю свою карьеру. Шторм еще, наверное, какой-то. Ну да, там еще, ну плюс-минус, понятно дело, там не 5-6 героев, но героев 15. Ну и причем, если брать команду Vichy, то на том интернешнл, на котором этот коллектив занял второе место, с драфтами у них вот в том же гранд-финале, если смотреть, проблемы-то возникали. И сложилось такое впечатление, что ему не у кого было учиться этому искусству. Вот, и сейчас как раз из этого вырабатывается проблема, что у них периодически с драфтами идет косячок. У них какие-то вот герои залетают. Да, вот этот сталкер в бане оказывается, но этот сталкер периодически проблема, потому что герой на самом деле, он сильный, но в некоторых моментах он юзл. Там сайленсер заходит, не пойми куда, когда тебе нужен очень сильный суппорт, а ты берешь сайленсера и еще ослабляешь свои линии, и еще ослабляешь своих и так слабых коров. Иногда баланс не просматривается в его драфтах. Это с опытом приходит, да, если он дальше продолжит быть тренером команды, капитаном, пикером, драфтером, как угодно это можно называть. Но сейчас вот эти ошибочки, вот этот брак на драфтах, он присущ. Но ему в этом, я думаю, Ланэм очень серьезно помогает, потому что все-таки этот парень реально уже много повидал и на позиции капитана, и когда еще тренерство не велось прям так жестко в китайскую дота-сцена, потому что все-таки оттуда все пошло, он сам там все это делал, сам набирал. Я думаю, он плюс-минус супера должен как-то координировать и балансировать. Вот он как раз на ваших экранах, в очках, супер. Вице-чемпион интернешнала 2014 года. Он самый, да. А бан Night Stalker — это чистейшей воды респект бан на самом деле. Если команда RNG как-то себя и зарекомендовала на этом турнире, то она зарекомендовала себя как команду, которая отлично обыгрывает Night Stalker, и все карты, в которых они его брали, они выиграли. Правда, и карт этих было не так много, но все же этот герой очень здорово заезжал. Две, по-моему, они отыграли со Сталкером. Да, да, именно так. Одну против Fnatic, а вторую — это как раз выигранная карта против TNC. TNC за 70, сколько там, 8 минут? Да. Мне они, кстати, запомнились больше комбинациями с Grimm's Rock'ом. Вот именно с Stank King'ом, с Warlock'ом, со Штормом. Ну, кстати, Шторм в бане взяли они Марса. Марса, судя по всему, чтобы создавать загон для Кентавра. Для коней. Вот, а вот я Джаггернаут, чтобы с этого загона выбегать. Не хочет, в общем, он варенье быть. И ЦК тоже один из тех героев, которых котирует китайский коллектив. Не они одни на самом деле? Не боятся, не боятся. Причем, если посмотреть на баны, они в этого Хаос Найта выходили. Тебя забанили сразу Магнуса, да? Чтоб не было Эмпауэра, чтоб там тот же самый Джаггернаут, он просто не пробивал все эти иллюзии. И банды забанили. Warlock'а тоже мы не увидим, потому что банды очень сильно влияют на иллюзии Хаос Найта. И сразу Хаос Найт, пожалуйста. Они этого героя продумали, этот герой у них был в планах уже после первой стадии пика. Да, ну то знаешь, еще проблема в том, что Альянс и Двухкоров показали на первой два пика. То есть обычно ЦК кто контрит? У тебя Магнуса не будет уже? Да, у тебя будет Джаггернаут. Брать почти нереально, честно говоря. При этом, получается, очевидно, ЦК перебивает Джаггернаут очень сильно. Это понятно. И во-вторых, он стоит сустейн-линию против Кентавра. То есть Кентавр стоит линию на… Ну, сустейн, это значит, он стоит в размене. То есть не на бурстуру он убивает друг друга, а именно те поменялись, те поменялись, те поменялись, те поменялись. И ЦК это супер выгодно. Потому что за счет того, что у него вот эта обилка на крите в плане отхила, это один из самых сильных героев на то, чтобы длительно стоять линию, если тебя не могут убить. Потому что ты постоянно лечишься. Причем здесь можно еще какого-то хорошего суппорта допекать. Вот Crystal Maiden. Вот здесь вот как раз для Royal Never Give Up заходит неплохо. Опять просто идешь на лайн с Хаус Найтом и комфортно себя чувствуешь. Или наоборот, Гримстрок отправляешь Хаус Найтом, а Мейден с Марсом. Но я вижу именно как-то наоборот. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Интересно, что возьмем в Альянс. Суппорт нужно. Открывать суппорт и пятерку, наверное, не палить до конца. Леона может какого-нибудь. Леон, да, смотрится, какую-то иллюзию убивает. Иллюзии сосать, хексить. Издалека, хекс. В принципе, тебе что-то нужно уже набирать, чтобы эти иллюзии убивать. Потому что он выйдет на тебя реально с армлетом, какой-нибудь Тараской. Вот этот герой будет убивать. Тоже неплохо. Это хороший, кстати, тоже. Он очень сильно иллюзии пробивает. Любопытно вообще. Он даже не только их подбивает, они, получается, все время в стане стоят. Часть из них там уснет, нажимаешь рифт, и часть из них не бьет. То есть герой хороший. Но проблема в том, что получается, как-то, знаешь, у них вот набор милишников, а вот ЦК и Марс против милишников под Инсуэлом реально хороши. Идеально. Все будут в арене. Будет арест, ставится арена, и там люди просто будут драться против иллюзий. Это классно. Хочется увидеть в арене месиво. А помните, когда у нас было месиво в арене, и оно заканчивалось тем, что в эту арену заходил Син Кинг с Вейлом и ЦМ, и все там умирали. В Киеве арене, в Киеве? Не, не, тут была игра против Виртус Про. Вот я просто помню. И там как раз в арену тоже получалось народ нагнать. И здесь... Это шаман. Что-то я думал, что шаман появится, потому что нужен... Урон по товарам? Да, нужен у нее герой по объектам. Да и дизейбл хороший, на самом деле, против милишников всегда работает. На тебя эти люди набегают, все кентавры там. И ты издалека, если бинзу берешься, по первым артефактам, из какого-нибудь куста, ты можешь сразу хексануть моментально, и хаос прыгает. Вообще, под хекс хаос любит убивать людей. Просто щелкать их. Так, ну и давайте посмотрим, какой герой нам нужен для Альянс. Для Альянс. Герой, который они любят. Это Квопа. Она здесь не очень. Это Эмбер Спирит. Он не в бане. Более-менее. Оракол еще можно. Это Лондруид, допустим. Лондруид здесь плохой, мне кажется. Зевс. Ух ты. Вот. Появляется Зевс. Появляется Тимфайт. А между прочим, по-моему, это очень классный пик против Марса. Это очень классный пик против, как раз на Марса, если закрыть глаза, если даже его нет, тебе нужно как бы опять же иллюзию убивать. И у тебя будет Элгор Титан плюс Зевс. Это будет ой-ой-ой. Это да. Но Марсу все равно, честно говоря. Это неплохой пик против ЦК, потому что в процентах вы довольно быстро убьете иллюзии. Это был бы... Ну, Зевс хорош против Симкинга. Вот если он против, против кого хорош Зевс, из троек сейчас ныне монетовых, он хорош против Симкинга, потому что рано или поздно он покупает нимб, ставит этот нимб ему в тучу, там как бы уже не посидишь. Вот. Марсу, в принципе, на Зевсов все равно. Вот. Но теперь... Да не все равно. Но Марс очень боится магического раскаста. Ну да, но ты там БКБшку рано или поздно выходишь. Тебя же Зевс не форсит ни на что. Вот пикнули Зевса, команда Alliance, и сервис от наших партнеров Кауч ТВ моментально расплатил поменял. Да я посмотри, как это происходит все. Ну смотри, смотри. Что он предлагает. Да, друзья, пока Сережа изучает, что у нас тут, напомню вам, да, что на нашей трансляции подключен специальный хат, вы можете, вы уже могли заметить, что он работает и во время драфтов, вы можете посмотреть статистику по персонажам, верхней секции сила пиков, после, ниже идут графики с синергией персонажей, а в нижней части вы сможете увидеть, какие герои кого контрят. Во время игры, помимо статистики, вам также будет доступна возможность похлопать за одного из игроков, чтобы потом мы выбрали MVP. Это вот сейчас Best Next Epic, это ВК, а это Зевс не мид. А это Зевс не мид. Ну да, что-то вроде того. Так, но хорошие герои против Зевса, которые выбивают с игры, это Templar Kastorm, которые оба в бане. В принципе, Alliance, баны получились классные. Какие герои в Толайнце понабрали, смотрите. Дизраптор, Дизраптор, герой на атаку, герой, который будет атаковать. Интересно, на самом деле классный пик у Alliance, но реально на исполнение. Боюсь я, что... Реально на суперисполнение. Боюсь я, что собери Chaos Knight, Black King Bar и все станет очень тяжело для Аланни. Не совсем, ты в основном урон наносишь за счет иллюзий, честно говоря. А что тут произойдет? Ты вызываешь иллюзии, бежишь этим табуном, допустим, кого-то рифтишь, причем джаггер и не за рифтишь, он нажмешь крутилку. Туда Титан дает стомп Зевс Раскаст, иллюзии мертвы, и ты урона на ЦК особо не наносишь. Так и есть. Нужен герой, который нанесет сейчас урон, потому что ЦК сейчас, в принципе, из игры выбыл, на самом деле, именно в тимфайте. Я бы, на самом деле, что-то брал, играл бы в какой-то лейт и брал бы из серии антимага. Просто вставил его в мидл против Зевса, пускай он там стоит. А, я думаю, лейт, я думаю, может быть, и Гаргону в мид поставить против Зевса, знаешь, что часто дает в рефармиде. А Гаргон, она тоже, как бы, очень сильно будет страдать, очень сильный Раскаст. И она без блокенбара здесь не справится. Очень, очень много всего. Она здесь просто лопнет, если будет стоять и бить. И как-то так вышло, что вот Тайга, вернее, не Тайга, Майки на джаггернауте его перебил в лейте. Ну, я видел просто... А джаггернаут перебивает антимага в лейте. Ну, вот, да. Опа. Бруда. Вот конем. Кстати, такой, под пуш нормальный, если вот они лайны постоят, то потом... Ну, Зевса в мид уже не поставишь. Получается, в мид надо ставить... Кого? Кентавра или Титана. Кентавр. Оба будут стоять хорошо, но при этом они не лишают Бруду геймплея, и Бруда здесь классный пик. Ну, вот по поводу Кентавра, я помню, Диснейленд к нам в аналитику приходил Арсений Усов, тренер команды Virtus.pro, и он сказал, что Кентавр Бруду на центре должен унизить, но произошло с точностью да наоборот. Да как же он ее унизит? Ну, в смысле? Ты просто берешь крипов, идешь за вушку, то есть и фармишь там, и все. А это небыстрый герой, который к этому не успеет, и на темпе, на темпе, на шмотках герой слабый. Ну, разве что, если знаешь, вспоминать старого доброго Кентавра через Ордианс, помнишь такого? Ну, это было давно. Ты без бафов тут не справишься. Это было давно. Ну, ладно, господа, какой дракон, по вашему мнению? Ну, давай я на РНЖ влеплю. Сережа солидарен? Давайте посмотрим, друзья, за кого вы проголосовали в чате нашей трансляции. Продолжайте голосовать обязательно, мы всегда с удовольствием смотрим расклады сил, по вашему мнению. 80% на команду Alliance. Посмотрим, как свежие шведы справятся со своим китайским соперником. Эта Best of 3 серия начинается прямо сейчас, ее для вас будут комментировать. Адекват и Light of Heaven. Да-да, все так, друзья, всем большой привет, спасибо нашей студии-аналитике, чудесная аналитика, на мой взгляд. И матч, который, в общем-то, важен не только для самого эпицентра, с той точки зрения, что нужно занимать место повыше, но и матч очень важен для того, чтобы получить тот самый заветный инвайт на The International 9. Потому что и команда Royal Navy Give Up, и команда Lions все еще имеют возможность попасть напрямую, получая необходимое количество дипси-поинтов. Страсти, страсти. И страсти вокруг Рустама. Да-да-да, это очень важно. Ну, в общем, какие у нас расклады на данный момент, друзья? Alliance, в принципе, достаточно переиграть команду Royal Navy Give Up и надеяться, что PPD и компании обыграют Gambit, тогда Alliance поедут на International напрямую. Команде RNG нужно выиграть два матча подряд. Обыграть Alliance и обыграть победителя пары NIP и Gambit. Вот такие расклады, в общем-то, нужны только победе, получается. Ну, интересно посмотреть то, что ребята у нас продолжают удивлять пиками, и теперь мы видим Зевса мид. Довольно-таки нечастый гость из-за того, что обычно, когда у какой-то команды есть ласпик, то обычно этого героя закрывают, и у Зевса очень мало шансов. И в данном случае появляется, наверное, вообще один из самых мощных каунтер-пиков Зевса — это Бруда. Она приходит на мид, она имеет большое количество паучков, она прекрасно насъедет абсолютно всех крипов. У Зевса обычно не хватает маны, чтобы убить всех пауков. Как правило, она этих пауков либо сейвит, либо уводит в лес, либо они умирают, но Зевс за них очень мало получает. И где-то к шестому левелу Бруда съедает Зевса за счет ульта. Абсолютно правда. На четвертый пик от команды Alliance мне казалось, что это та самая знаменитая в прошлом, в 17-м году комбинация, которую придумали еще тогда сами LGD Forever Young, где Зевс вместе с Элдер Цитаном идут в даблой в оффлейн. Это было очень мощно, и с иллюзионистами типа Террор Блейда они тогда справлялись на раз-два. Тем более, там, играл краски Ахфу и Инфлейм вместе с этой связкой они ходили, уничтожали на АНТ. Вот, но здесь получилось так, что Зевса переместили в центр, ласт пик оставался для Дизераптора. Интересно вышло. Посмотрим. Ну, есть такой момент, что если вдруг игра затянется, БКБшки 5 секунд, то обычно Зевс становится королем в этой игре, если нет каких-то героев уровня антимага с щитом. Соответственно, здесь Алайенс идут прямо в гипер-гипер-ультра-пупер-лейт, где нужно будет в конце уже иметь и Дизераптора Аганима, и БКБшки 5 секунд у противника, и там, в принципе, уже может засолить и Зевс, и Дизераптора Элдер Титан своими сплами. Ну, и иллюзия ЦК будет чем контрить, да? Вот, собственно, тот самый Астрал Спирит, который будет понижать сопротивление к магическому урону, плюс сам Зевс с каким-то ультимейтом поставит свой ульт и все накроет. Ну да, они могут просто убить всех. И здесь мы видим, что Алайенс не дурачки. Алайенс понимает, что у Зевса в миде против Бруды шансов вообще почти нет, если Бруда играет правильно, и они поставили в мид Кентавра. Кентавр — один из лучших героев против Бруды. То есть, ну, он очень грустно ласхитится, он, в принципе, пауков неплохо бьет, особенно если подрубает пассивку. Вот, при этом пауки его особо-то не могут бить, потому что в любой момент он дает стан, и крипы в итоге страдают, вот эти Брудя там. И оптимально всего Бруде против Кентавра просто уходить либо фармить лес, либо уходить сфармить за вышку. Здесь как бы приветствуется и то, и то. Так все-таки та самая линия-то получилась. Зевс, Элдер, Титан, привет из 17-го года. Они встали, они встали против Ахфу этой линии. Это, конечно, нужно иметь наглость, но попробуем, попробуем постоять. Ну, Титан слишком много себе позволяет. Видимо отойдутся на ферстблат. Нет, да, Тайка погибает, Ахфу делает первое убийство. Такое не прокатывает с этими ребятами. Микки, Блейдфьюри, раскручивается на Ланемо в свою очередь. Кто раньше погибнет, вопрос. Фейрифайр от Ланемо имеется, но Микки прячется в туман войны, в кусты туда, и нам наружить его не получается, с руки не добить, хилку не сбить, и Микки будет здесь жить. Ну, под хитпоинтом разминялись классно. Джаггернаут разминял свое ХП в шалу шамана. Лорд Титан, точнее, Марс по-прежнему стоит на линии и очень хорошо кейсится. Марса на этой линии будет выгнать очень сложно, потому что на любые там вертушки Джаггернаута он может просто стать лицом, продолжать его бить. И здесь в первую очередь нужно вырубать саппортов. Вот, тогда у Джаггернаута появляется шанс. Снизу Титан ошибся один раз. То есть вообще по-хорошему Титанчику лучше не загуливать, поскольку линия Хаус Найт и Гримстрок очень сильная линия. Да и вообще почти любыми личными с Гримстроком смотрятся мощно. А здесь тем временем вырубили того самого саппорта. Шадоу шаман погиб, и Элдор Титан остался. В прошлом общении Марса, я его все время хочется назвать Элдор Титаном. Марс остался в одиночестве. Да, закружил тут в танце Микки своего соперника, и все-таки смог его бить 1-1 в итоге пока получается. Но ты посмотри, вот в центре как раз-таки тут у 15 на 1, ну у Кентавра, и кажется, линия против Бруда складывается хорошо. Вот мы пока не видим, чтобы Бруда уходила куда-то за вышку или в лес. То есть она по-прежнему стоит на линии. Зетцу здесь отыгрывает своими же паучками. Где-то, видимо, подвидел немного. И вот он реально мог бы уже давно, например, подфармить лес, потому что паучки стоят. Вот они просто стоят, сейчас ничего не делают. Они могли спокойно пойти направо и уже фармить лес. А Бруда своей тычкой за счет топорика добивает крипов на линии. Потому что реально вот они стоят, они простаивают. Да, вот наконец-то Бруда пошла. Эту нычку нужно выфармивать супербыстро. Обязательно паучков нужно уводить. А потом в будущем еще можно подфармивать кэмп снизу. То есть если будет дополнительная сеточка, они еще и туда будут успевать перемещаться. Причем, заметьте, что как раз-таки пачку крипов добил с Эдсом сейчас на 2.56. Через 4 секунды появился новый спаун. То есть он рассчитывал тайминг, чтобы спаун новый появлялся. Чтобы были дополнительные, собственно, ресурсы, из которых можно будет черпать деньги. Поэтому все грамотно. Пока вроде бы линию удерживает. Но Кентавру, конечно, лишний раз паучков отдавать все-таки не стоит. 17 на 3 он пока стоит более чем хорошо. Вот Кентавр понимает, что нужно, можно и топориком проесть, там некоторые елочки, чтобы можно было самому приходить. В принципе, в будущем не лишним будет принести. Есть сапог, чтобы, например, мешать Бруде, который пытается это в наглое дело фармить. И Кентавру красавчик. Он реально пока вот, так сказать, подкантривает Бруду и не позволяет ей в наглую фармить лес. Ну мы же понимаем, что для Лайнца чуть ли не единственная возможность Бруду останавливать, поставив Кентавра именно в мид. Поэтому должен отрабатывать. Вот на развороте Ахфу, Мане. Пошел Ингсвелл. Элдер Тайтон останавливается. Строку фейк еще и под двоим. На развороте Ахфу очередное убийство. И Койква остается один. И добить он, конечно же, соперника не сможет. Нижняя линия все-таки проваливает с командой Лайнц. Ну да, РНЖ немножечко проигрывает. Ну я бы сказал, что Зевс это не самый сильный герой на третьем уровне, потому что... Лайнц проигрывает. Да, прошу прощения. То есть Зевс это не самый сильный герой, потому что у него очень быстро заканчивается мана. И пока он не купит себе аркантапки, у него не хватает маны, чтобы дамажить, чтобы спамить кюшечкой. Но как только он купит себе аркантапочки, жизнь Зевс налаживается. До этого момента надо как-то потерпеть и не умирать. Да, причем мы видим, что у ЦК-то особо Крипстат не выделяется. Да, 18 на 4. Довольно скромно. Но за счет того, что делает убийство, все-таки за ассисты, за фраги. Скорее за ассисты больше. Сам ЦК получает дополнительные вливания в свою экономику. Поэтому Творс у него должен быть более-менее приемлем. Знаешь, у меня здесь ощущение, что Бруда РНЖ, она не суперопытная. Потому что многие Брудмазеры уже реально давным-давно бы начинали фармить тест. Она наконец-то это начала делать. И мы видим... Одна секунда. Но даже не споря на одну секунду, все равно больно. Элор Титан, он в очередной раз погибает и продолжается фит в исполнении Alliance. В общем, Бруда, она продолжает стоять в миде. Иногда там как бы подводит Паучков к Кентавру, он там некоторых убивает. И это не суперопытная Бруда, потому что опытные Брудмазеры уже давно бы выфармливали весь лес. Вот, именно Пауками. И имели бы огромнейший Крипстат. Но мы видим, у Кентавра 44 на 8, а у Бруды все равно всего 29 на 9. Ну, это, на самом деле, немножечко обманчивая статистика, как мне кажется. Много денег за Паучков в Боксе не получал. Но все равно, вот, за счет чистых крип, за счет нейтральных каких-то он все равно успел добивать перед носом у Зетца. Нетворс самый лучший сейчас именно у Кентавра с центрального коридора. 2,5 тысячи, у Бруды 2,300. То есть, три сотни голды и разницы уже заделся и Бокси создал. Хочет ранжового добить, смотри. О-оп-оп. И бежал. Бежал. Ну, Джекернаут, наверное, также хвастается, в принципе, хорошим нетворсом. Да, в общем, Кентавр тащит. А Лайя, в свою очередь, они поставили линию Зевса, Лдар Титан. И вроде бы как там, ну, по идее, нормально же настоять, просто спамить иллюзию. И Зевс по колдауну спавит кьюшку. Но, если Лдар Титан ошибается, если он наглеет и выходит на передовую против Хаос Найт, то Хаос Найт его съедает очень быстро. Поэтому Титану надоело фидеть снизу. Он ушел в леса. У него всего лишь навсего щиток и стик. И он пошел стак от леса. Стаки это хорошо, а просто для кого, да? Для Зевса. Для Зевса. Джаггер с вертушкой. Ну, слабенько так фармит, конечно. Прямо скажем, особенно на вот именно этом этапе игры. Где-то на будущем, конечно, там Джекернаут справится, я думаю. Так, Зевсу сколько молний придется потратить, чтобы забрать там большие пачки нейтралов. Ху получает рассказ. Теперь на Койку переключили свое внимание. Тут же сейв ТП. Будут ли добивать здесь Койку? Инксуал срабатывает. Элдер Тайтон на хестомп. И Койку может спасти Синсэ нету. Ну так, пусть все-таки сгорает, минусует его, Мане пытается дойти до Койку, и Койку прячется. Туман войны, играет через кусты, неплохо сыграно. Мане все-таки доходит соперника Крит в 168, лишает жизни. С оффлейна Койку, и в итоге Койку отправляется в таверну. Мане остается здесь живых. На топе. Микки. Глотребюк. Неплохо, сетка пошла, бьют с руки. Микки пытается спрятаться. Хилинкварт устанавливает перед собой. Сбить его не получается. Дальше по кустам, по кустам маневрируем. Пытаемся бегать. Стики нажал, хилку сбили. И добить здесь... Получится Шеклз. Ох, то есть какой дистанции. Флайбе, правда, поддержать ничем не может. У него не хватает маны. Там только на год серебек. Этого явно бы не хватило для убийства. Олдер Титана интересный билд. Он вообще не собирается терпеть. Он вообще не качал пассивку. То есть начинает максить первую, потом добивает читом. И на этой линии Марс хочет заувнить. Причем хочет заувнить Джиггернаута крепко. И, в общем, пока саппорта нет, у них-то получается. То есть они его так хорошенько поджимают. Ну, начинают продамажить. У Джиггернаута сейчас нет хилингварды. У него не имеется ни тангусика, ни фласки. Но подошел Дизраптор. Хотя у него мало маны. И вот как жизнь у Джиггернаута налаживается. Но вот этот вот провал на нижней линии, он все-таки заставил сместиться Дизраптора вниз на какое-то время. Джаггер оставался один и по Натворцу несколько просел. Хотя он был, мы там подмечали второй по Натворцу. Уже, обратите внимание, пятый. Поэтому вот провалы нижней линии, они сказываются на общем благосостоянии, скажем так, коргеров команды Лайонс. Но особенно Джаггер. Джаггер немножко пострадал. Ну, так в целом, если посмотреть, 2000 уже зароял на Евгивап. Центр отстояли плюс-минус на равных. ЦК на легкой линии линию выиграл, собственно, вместе с Ахфу на Гримстроге. Сверху, ну что здесь можно сказать сверху? Равенство, да? Марс фармит. Да, Марса очень трудно убить. То есть самое неприятное, знаешь, что в Марсе не то, что у него есть пассивка, за счет которой он может впитать какое-то количество урона, а в том, что у него есть копье. Да, то, что у него есть копье. Он просто кидает копье. Там огромнейший рендж. Тем временем у нас пытаются убить Кентавра. И, в общем-то, неплохая попытка. Но здесь Джаггернаут. И он не спасает. Его не хватает. Он может будет Фьюри дать в ответ, разменяться. Максимум бить. Кинетик зажался о хпустике. Использовал на развороте Саленс внезапно. И надо отвлекать Джаггернауту. Сбрасывает Саленс. Ставится Хилингварт. Но Ланэм здесь. Он удерживает Джеклсом. И просто забирают еще одно убийство. Слушай, нормально. Паучики надамажили там по красоте. А, так это полный провал команды Лайнс. Они отдали самого топового на Творс. И в итоге Джаггернаут, сделав ТП с первой, Отдаться вместе с ним. Всех Магомбардан дамажил. То есть там как бы и Пауке очень больно бит. Когда их супер-супер много. Она и сама с руки довольно-таки более наяривает. И там еще Медалька. То есть Медалька, она прям хорошенько зашла в Кентавра. Да, попытка Элдер Тайкну раскастовать свой стомп. Отменяет это Мане с этим станом. Неприятно. Бокси пришел стомп по-двоим. Начинает поджимать очень сильно сейчас. Китайский коллектив. Соперника прям под Тир-1 вышкой. Нашли еще одного персонажа. Минус Дизраптор. И просто фраг за фрагом. 4 тысячи преимущества в 10-й минуте обеспечивает китайский коллектив. Соперты у Royal Never Give Up очень круто работают. Ну, они поняли, что на легкой линии она уже выиграна. Поэтому Гермисторг и Shadow Shaman могут побегать. Сразу же переместились на центр. Потом еще и Хаоснайт подключился. Чувствую, что его помощь в этом месте тоже нужна. И сейчас РНЖ прям реально божат. Особенно вот саппорты на 10 из 10 отыгрывают. Мы видели Лайонса. Их рост в игре. Вот по игре, да, по стилю. Собственно, на протяжении последних несколько месяцев. Но мне кажется, что вот такие перевороты в карте. Когда вам вынуждены меняться линиями. Койква уходит в оффлейн, боксив в центр. Это, мне кажется, сильно повлияло сейчас на Лайонс. Потому что они немножечко не разобрались, что делать вообще в карте. Они сейчас просто по одному умирают. По всей карте. Да, и Койква. Я вот по себе знаю, что он всегда очень круто играл. Когда он играл первые позиции. Когда он получал быстрый фарм. Мог бегать там. Заниматься спейсом по всей карте. Но когда он приходит на троечку. Там со сложным. Убегает Зевс, его союзник умирал. Он нафармил мало. Он сейчас пятый снизу соревнуется с Шадо Шаманом. В этот момент как-то обычно выпадает из игры. И он просто идет дофармливать то, что он не дофармил в начале. И получается, что Кентавру нужно пофармить. И Зевсу, и Джиггернаута. И бегать по сути некому. Да, гибкость в плане расстановки это ок. А вот гибкость в плане исполнения в такой ситуации. Тут еще нужно над этим поработать. А у РНЖ у них прямо сказка. Пик. То есть Марс прямо сейчас выбежит со сложной линии. Купится какой-нибудь Солринг, чтобы была бесконечная мана. И начнет убивать людей. Да, Солринг у него есть. Все, он просто бежит вместе с Шадо Шаманом и Гримстроком. Прибегает на любую линию. И после Хекса Копья они убивают. Ну сейчас он наглую так вот фармит на вражеский лес. Да, может купить быстрый блинг. Можно Владмир на коллектив собрать. Почему нет? И это при том, что ребята из РНЖ пока еще и пуш потенциал свой не реализовывают. За счет вардов Шадо Шамана. И впоследствии это тоже будет исполнено. Бруда будет тоже больше нагнетать, собственно, какие-то строения. Статус их сносить. Там атака. Статик Шторм поставили. Пытаются убить Шадо Шамана. Андерстрайк. Прокаст от Койквы. Наконец-то убийство для Зевса. 1-1-1 у Койквы. Есть Аркейн Буцы. Ну убили четверку. 237 голды Койквы заработал. Но теперь два вышка сверху падает. И Мидас уже готов у ЦК к 12 минуте. Да, мы просто пофармим сейчас где-нибудь. Залечь на дно. Пусть спейсит Марс вместе с Брудмазер. Два довольно-таки крутых спейсера. Если прямые руки. То как бы с другой стороны будет фармить Джиггернаут. Но Хаус Найт с Мидасом все-таки будет подфармливать чуточку быстрее. Вот. И проблема у Алаэс это кучки. То есть вот Кентавр, он вроде бы, знаешь, ему вроде бы и нужно их останавливать. Но когда-то Кентавру нужно купить блинг и пойти убивать людей. Потому что вот они просто бегают по их лесу. Они не могут им ничего сделать. Потому что максимум, что может придумать Кентавр, это ворваться на стампиде. Но он максимум убьет игрим строка. Это максимум. Остальные герои просто убегут. И просто некому начать драку, кроме Дизраптора. Единственный герой, который сейчас может начать драку, это Дизраптор. Но Статик Шторм он уже потратил на Шадоу Шамана. И они реально как бы все дома. Ты посмотри, там бегают втроем. Втроем они просто втроем тут бегают. Фармят в наглую все кемпы. Выфармили большую часть леса. Продолжают фармить и бокси негодуют. Что за фигня? Да, это теперь Эдинский Эксклав получился. Чужой лес для команды Лайонс. Точно, конечно, неприятно. Потому что пространства для фарма очень мало остается. В экономике, мы видим, несколько сокращается отставание команды Лайонс. Тысячу отыграли, что более-менее. Вот сверху очень важная вышка в центре, конечно. Если она еще сейчас погибнет, то пространство еще меньше станет. Она погибнет, я думаю, тогда просто донают. Тогда будет сложнее. Как бы делать нечего. И как бы в центре не очень хочется уходить там, Руда. Да и сверху, как мы видим, тут очень опасно. Ах во. Тандерстрайк. Получаем. Расказ над кое-квой. Ставится арена. В нее никто не попадает. Кстати, Шторм не самый удачный. Есть Soulbind от Гримстрока, но он погибает. Плохо раскастовались и те, и другие. Но фраг один сделали все-таки Лайонс. Ну, убили одного саппорта. Саппорт пятой позиции в итоге стянул большую часть игроков. Остальные ребятки продолжают фармить. А Лайонс. Большие молодцы, что не попали в арену Марса. Иначе там один герой мог погибнуть. И просто... Просто... РНГ хорошо разменивают своих суппортов. То есть они либо убивают героев, либо погибают, но заставляют противника стянуться. Так, Джаггер. Без вертушки. Микки отстает от ЦК, мы видим, фармит пока нейтральных крипов. Но он без Митаса. Ну, Змейки поставлены. Вот они, первые Змейки. Правда, не самые удачные, получается. Бокс здесь просто пофармит их. Деньги, да, денежки. Подарили, подарили. Неприятно. На топе. Ловят. И Марс тоже может поставить. Сервсплиттер. Флайби. Тоже погибнет. Ну, вот уже, по-моему, через чур спейс. Да, но это уже... Но это же не суппорт. Это офлайнер, который почему-то здесь остался один-один. Он вряд ли кого-то убьет, учитывая, что у него нет арены. Арену он потратил. Зачем он там остался, вообще не ясно. А тут, вовремя, его хаос знает. Бьет Кентавра. И Кентавра могут убить. Все-таки Шаманчик есть. Контроль хороший. Надо обязательно добить. Кентавра, конечно, довольно-таки круто впитывает урон. На самом деле, самый настоящий Терминатор, который борется за всех сил и еще и выживает. Не хватило урона. Неплохо. Урона не хватило. Вот это да. Вот это новости. Его били трое. Прокастовались. Причем, вроде как, неплохо прокастовались. Я имею в виду, ну, в тайминг ХВЛ сработал там дальше. С дизейбами поработал Шаду Шаман. И этого всего не хватило. Просто не хватило пробиться Кентавра. Было близко. Было близко. Ну да. Неприятный момент. Потому что Дайер сделали парочку фрагов. Все-таки, да, понятное дело, что убивали саппортов. Но где-то и Марс подставился. А теперь выход от рояло на вгивап. И фраг они не сделали. И преимущество в размере 4000. Оно также и остается. Оно не увеличивается. Это говорит о том, что Элайнс, в принципе, ну, как-то вот этот натиск соперника приостановили. Интересно то, что Кентавр решил не дофармить Блинк и сразу уходит в Кримсон. Прям сходу. Защита от пучков, защита от ЦК. Да, мощная защита против противника. Учитывая, что там очень много таких вот, как бы, мелких юнитов, назовем, которые носят много-много урона с руки. Но тогда, получается, прям вся игра в руках у Дизраптора. Дизраптор бегает снизу. Они там подготовили хорошие варды. За счет которых Элайнс могут спокойно зайти в лес Royal Never Give Up. И Royal Never Give Up просто убежали из своего леса. Убежали наверх. Ну, им там больше нравится находиться. Большой простор для фарма. Ну, Дизраптор уже, я думаю, выехал вараба. То есть здесь он вообще ничего не делает. Он просто стоит. А вот сверху фраги. Сверху сочные, приятные фраги. Кримсон готов в боксе. Ну да, вот мы говорили о том, что физ-атаки здесь довольно много у Royal Never Give Up. Много суммонов и вышки можно защищать на ранней атаке соперника. Поэтому Кримсон – отличное решение от бокса. Мне нравится. Урон будет там выдавать какой-нибудь Зевс под, например, пассивкой Элдертайтона. Когда он ее все-таки в конце концов прокачает. Просто видно, что Royal Never Give Up вообще не собирается дофть своей вышки. Вот здесь вот нужен Дизраптор уже на зацеп, потому что он прекрасно возвращает любого героя. Полетел Кентавр. По ЦК. Мане может просесть. Расплитрующий по Ланему срабатывает. Мане откидывается станчиком. Ставится тем временем от Флайби. Неплохая арена по двоим. Копье залетает и быстро выключает Волдертайтона. Боксин. У него просто Солбайн. Замедлили. Вард работает. Солбайн потянулся к Энсении. Но добить кто-то будет. Нет, Зетца подсказывает. Ну тут же стампит. От Зетца все убегают. Вышка упадет. Ну, фраг плюс вышка. Неплохо для Орона в диван. РНЖ продолжает захватывать территорию. То есть они прям беспощадно нападают на Твора. На самом деле я удивлен, почему не перетянулись Алаэ с всей семьей. Почему Джаггернал кидал мне слэш. Почему Дизраптор, например, низко ставил Глимм, Статик Шторм. Зевс, у которого есть Свела, уже может наносить урон. Они просто хладнокровно отдают свои вышки противнику. Причем это уже Т2. Это их лес, который РНЖ так плотненько захватывают. И пора бы биться за территорию. Иначе РНЖ дальше будут перефармливать за счет большого куска земли. Видимо, команда была. Даем фарм Микки. Поскольку можем. Не деремся, пока Джаггернаут не раскачивается. Окей, но он четвертый. Это ж неплохо, но, блин. Он четвертый. Хаус Найт с Мидосом имеет намного больше. А еще они получают много денег за вышки. И при этом там еще имеется Бруда, который тоже неплохо фармит. Опа. Бокси, здорово. На этот раз хватит сил. Там под Кримсоном парень. Ну, должны, должны. Там же диффузал Бруда, она очень больно бьет. Хватило, убили. Но это правда. Еще и не сказать, что Джаггернаут даже при каком-то там фри-фарме сейчас следать ему пространство, ну, я не знаю, допустим, минут 10, не значит, что он убьет ЦК. И я бы еще добавил, что там даже не один Мидос, там два Мидоса. Команда с двумя Мидосами нападает на вышку в лоб, атакует в лоб Дизраптора Зевса, и она убегает. При том, что Блокинг Байеров у нее нет. Это вообще нонсенс. Это альанс просто дарит РНЖ вообще все. Дарит свои вышки, дарит свой лес. Ребят, фармите, забирайте ТВРА. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока, да, отставание увеличилось, уже 7 тысяч за Ройл Неваги в Ап. Так РНЖ, по-моему, просто сейчас пойдут и снизу вышку, будут забирать, потом и дальше, и дальше, и дальше. И вот когда Хаус Найт купит БКБ, Зевс с Элдер Титаном просто выйдут из-за места сразу. И останется один Джаггернаут. Приходит Бокси, попытались защититься. Вышка уже упала, Флайбе на исходной позиции, арену ставят. Привет, Инцене. Статик Шторм не самый удачный. Бокси Кримсон поражал. Там еще и Хилингвард неплохо работает. Есть Солбайнтер, Сплиттер, падает только по одному Мане. Он под Вард и прячется Микки, ускоряется под Блейд Хьюри. Мане пытается пробить. Мане ничего не может сделать. Под Стампидом погибает он. Падает еще и Шато Шаман. Один в два здесь драка. Alliance ее выигрывает. Вот то, о чем я говорил. То есть, в принципе, это можно было делать сразу, потому что в основном они убивают их с пилами. У них сейчас мощный магический раскаст. И, как мы видим, РНЖ, если убивают, то в основном суппорт Дизраптора. И вот это могло позволить Alliance защитить все свои вышки, поскольку против Дизраптора сложно убегать. Вот он просто кого-то видит, нажимает на Глимс, возвращает и стабильно минус один. Один из лучших инициаторов пятой позиции. Ну да. Поэтому РНЖ, на самом деле, они обнаглели. То есть, ну, пока противник позволял им это делать, они это делали. Надеюсь, они сейчас перестанут вот так вот нападать. И просто дофармят два Блокинг Бара. Два Блокинг Бара нафармят. И дальше останется просто райдкликнуть Джиггернаут. Убил Джиггернаута, выиграл замес. Так, в центре у нас. Вот Джиггер сейчас пошел. Вот они, вот они, те самые стаки. Но ему тяжело фармить. Не сказать, Даш, он их быстро фармит. Вот и я там же. И Зевс, он тут бегает, как бы, он вообще мечтает. Получить текст, нужен работяга. А чем мечтает Койкова еще в плане артефактов? А Ганим все-таки нужно приобретать. А Сону Спосикл? Да, 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 прям вот. Мастхэв. Ну, наверное, вообще один из сильнейших артефактов на Зевсе. Пока Вейл и Линза. А? Пока Вейл и Линза. Ставить подачу, чем дальше, тем лучше. Я бы сказал, что и Форстаф здесь очень круто смотрится против Хаус Найта и Бруды. Потому что если они, не дай бог, до него добегут, то единственный шанс это вот вытолкнуть самого себя и просто сократить дистанцию. Точнее, увеличить дистанцию от противника. БКБ есть уже у Брудмазер. Ну и будут на Тир-2 нападать. Ну и Хаус Найта еще БКБ. И можно спокойно избирать все вышки, потом идти в наглую избирать Рошана. Как мы видим, маловато, конечно, землю Альянс. То есть они вот так вот максимум фармят свои ближние кемпы сразу же убегают. Бруда уже может бычить с паучками, поскольку БКБ у нее есть. Да и паучку купить сложновато. Паучки, если что, регениться. Лигдагер появляется у Бокса сейчас. Есть возможность инициировать теперь не только Дезраптеру, но и Кентавру внезапно полететь. Если Бруда и Хаус Найта жесткий, они всегда успеют прожать Блэкинг Бар, если прыгает Кентавр. Потому что замахивается он ну очень долго. Типа вот мы тестили с Габлаком. Он был Кентавром, я был там на любом другом герое. С БКБ, неважно с чем. Там такой долгий каст, что любой герой, любой игрок в доту спокойно нажмет на Блэкинг Бар. Стоит на любой, поэтому на одного Кентавра рассчитывать не стоит. С другой стороны, там могут не захотеть включить БКБ, когда Кентавра прыгает. Может быть там какой-нибудь, не знаю. Против статика БКБ хочется нажать. Нет, не к этому, а к тому, чтобы против статика Шторм БКБ лучше держать. И против раз каста Зевса под Вейлом. Ну, если бы Кентавр прыгнул, то его можно и убить. В общем, пошел тут самый Рошан. Опа, это интересно, осталось перед. Она фуловая при этом, но... Стан неточная, это хестом мидма. Вот сейчас, смотри, сейчас будем смотреть, нажмет она БКБ или не нажмет БКБ Кентавра. Ее может только помешать баш Рошана. Так, давай, давай, брат. Ну-ка. А тут просто вот так вот. Все будет проще. Ладно, без хайта. Но БКБ нажал, БКБ нажал, к слову, Зетсу. Съедает Кентавра, никто его здесь не отпустит. Тайгу тоже могут зажимать. Может вообще по всем пройтись, аккуратно. Ну, вообще, да, то есть Аланис должны просто убегать, потому что вот как только Бруда нажимает на БКБ, все. Джиггернаут понимает, что один он ее не убьет. У нее 13 тысяч Нетверс, у Джиггернаута 9500. И Молнии, которые собрал Джиггернаут, они не особо помогают. Хотя тут Форстафт нужен был, чтобы он себя вытолкнул. Ну, ну, бог с ним, земляным пухом. В общем, Молнии не особо помогают Джиггернауту убивать Бруду, потому что Молнии — это магический урон, а против героев в Блэкингбаре, ну, Молнии — это, наверное, вообще сам последний артефакт. Соответственно, здесь у РНЖ огромнейшее преимущество. То есть они сейчас могут просто катком идти и забирать все этого рана на карте. И вопрос лишь только в одном — хватит ли им урона, чтобы сносить Т3. Потому что на Т3 заходить с малым количеством артефактов сложновато. Это вопрос, который напрямую относится к Ланэму, что по кулдауну Серпент Вардов мы будем сломать какие-то объекты. Просто первый уровень Вардов слабоват, там, желательно, второй, а лучше вообще и третий, а лучше и с Аганимом, и чтобы Shadow Shaman был 25 уровня. Поэтому даже если РНЖ не зайдут сейчас, они могут зайти там попозже. В любой момент они могут зайти с Shadow Shaman. Ну, сейчас у них прям полное удовольствие играть в эту карту, потому что они фармят все, что хотят. Они забирают Рошан, у них есть Аегис, у них есть БКБ, они не боятся прокастов команды Alliance, поэтому набираем себе те слоты, которые нужны, ждем тех кулдаунов, которые крайне необходимы, и понемногу вот с объектами работаем. Я бы вообще, знаешь, сказал бы, что нынешний вот патч, он больше всего бафа дает Shadow Shaman, когда ты забираешь четвертого Рошана, получаешь эссенсию, рефрешер, и просто идешь Shadow Shaman, заканчиваешь игру с, там, с двумя пачками Вардов. Чем не сказать, что до этого Shadow Shaman был плох, он тоже был хорош, он тоже был в мете, его часто использовали, а сейчас прям одно удовольствие, когда с Рошаном падает Аганим, это прям, прям сказка, кайф. Так, ну это очередная вышка, естественно Alliance Deft эту вышку уже не имеет смысла, там есть все необходимые РНЖ. И Alliance теперь надеется на чудо. Card Blanche полностью за РНЖ, единственное, что могут делать Alliance, это спидпушить. Но тут проблема такая глобальная. У них Джиггернаут, он спидпушит, и Зевс, который ничего не делает спидпуши. То есть все, что может делать Зевс, это сидеть на хайграунде, и дефать базу. Но опытная команда, она же не будет ломиться, она просто пофармит их лес, пофармит свой лес, заберет себе баунти руны, заберет обычные руны, заберет Рошана, и по итогу там будет такой дикой перефарм, что там уже будет поровну на этого Зевса. Соответственно, Alliance, надо что-то делать, надо устраивать смокганги, нужно как-то, я не знаю, может быть, кому-то пробраться в их лес и фармить там. Вот они пытаются. За байтелем, за байтелем на Микки здесь, вот такие ланэм должны погибать. Да, и вот пытаются хотя бы вот такие фраги делать, поскольку иначе их перефармят в такую миссию, что дальше уже будет неважно, даже какие герои в игре. Ай-яй-яй, чуть-чуть промахнулся. Ну, Микки успел бы в фьюри нажать, Ахфу, может быть, постарается догнать. Там три героя, то снова будет байт, то снова байт прыгает в боксе, неплохо. Теренимом не слэш прошел, моментально лишили жизни Ахфу, и Флайби через глимс возвращается в кинетик, зажимается, дает голд с репьюк, и копьем отбрасывается в одного. Зажал, там Хилингвард еще и работает, Флайби некуда деваться, Хилингвард снял, его сняли тоже. Слушай, хорошо, вот, ганги пошли. Ганги уверенные, ганги плотные, молодцы, что не сидят на базе и просто так не ждут своего конца. Ребята продолжат отрабатывать и получают очень много. 2 400 экспы, 1000 голды. Хорош. Ну, вообще, да, то есть, получился очень хороший байт. Не поверили ребята из Royal Never Give Up, что там будет больше одного или двух персонажей, там внезапно оказалось три героя, и на это, в общем-то, купились, подставились. Ну, и прямо скажем, что Royal Never Give Up в несколько расслабленном состоянии нападали на эти герои, потому что они не всеми силами, то есть, они могли подключить там к себе еще кого-то, там, брубулку. Естественно, то есть, он еще как бы видел, что первого героя убили, то есть, очевидно, что они там остались, никуда не уходили, подходит второй герой, и вот это вот то, что подошел один и второй, это провал. Стала небольшая ошибка и стал таким легким денежным вознаграждением для команды Alliance, потому что позволили себе выйти из базы, чуть побольше пофармить, там деньги появляются. Там Цимоне, правда, нашел героя, Бокси начинает пробивать, Долго будет убивать. Ох, как долго он убивает. Останавливать нечем. Да, да, Бокси уйдет. Убежит. Что, в комнате ожидания Рошена? Вот там показывают урон. Бруда с Хаотснайтом в последней позиции в своей команде. Они еще до героев не набирались особо. Они еще, да, они еще покажут себя. Ну, Зевс, естественно, будет топ-1 при любых ситуациях, потому что будет раскастовываться. Бруда уже, кстати говоря, с Аганимом. Обратите внимание, эти сетки, Бруда повсюду, под бешеным мувспидом, передвигается по всей карте. Супер мобилизовался этот персонаж. Можно уже на что-то менять медальку. Медалька, я думаю, как бы себя купила. Вместо медальки купить все, что угодно, что хорошо бьет вышку. Или просто купить там какую-то бабочку джиггернауту и вряд ли убьет. Солдер тоже, мне кажется, неплохо. Да, просто он как бы уже, ему потом придется еще один слот покупать. У него там слишком много дешевых слотов, и уже можно ориентироваться на супердорогие слоты. Ну, если там вариант Аганим поглотить. Вариант, да. Но рано. Пока рано, конечно. Да глубокие улетания не дошли. Еще 25-ая минута только-только. И пока новый лайн сдерживается, хоть и проигрывают 9-10 тысяч. Он улетел. Улетел джиггернаут. Тут видит кентавра. Неужели поймут его убивать? Есть Хекс, Шейкл. Сперед идет Мане, отгоняет соперника, чтобы никто не помогал Бокси. Бокси получает дифьюзы. Хилинг Вард разбивает очень быстро. Микки тоже пытаются подцепить. Микки просто будет фьюри бежать. И минус кентавр. БКБ, правда, Зетсу пришлось потратить. Ну, убили. Молодцы. Хорошо получилось. А кентавр стопит потратил, кстати. Ну, Вард, Шадо Шамона не хочет составить. И на ней просто корм для противника. То есть это еда. Отличные деньги. Соответственно, Шадо Шамон с Травелами сейчас просто будет наглую пушить. Он знает, что часть героев Альянс вернулись на базу. Соответственно, они сейчас будут просто фармить все. И вот в этот момент решают Смоки. То есть выйти незаметным с базы почти невозможно из-за того, что тут бруда везде, пауки, вот эта сетка, все это быстро бегает. И без Шадо Блейда Смока выйти незамеченным сложно. Шадо Блейда нет. Соответственно, идем в Смоках и ищем кого-нибудь. Вот они ищут кого-нибудь. Ну, бруда четко контролирует эти выходы все своими паучками. То есть ты не можешь мимо паучков пройти, потому что они пушат тебе линии. Только Смок. Вот только Смок помогает им выходить. Они вышли. Они нашли. Инцене. ВКБ сразу нажимается. Инцене. Стан трехсекундный. А теперь молись. Тут даже молитвы не помогут. Нет, после ульта уже можно даже не молиться. Вот я думал, что Хаус Найт попробует его без вольта убить, но Хаус Найт не жадный. А он не знал, какое количество персонажей в лес заходит. Он думал, что очередной бай, там три героя будет, поэтому сразу БКБ нажал. Тут, кстати, Микки, интересно, Ланэм проверит. Микки, привет, привет, Микки. Здорово. Блейдфьюри, правда, в ответ. Типаут, типаут. Типаут, типаут. Да, да, да. А, Ланэм просто пошел дальше. Не обратил внимания. По своим делам. Старенький боец Ланэм. Олдскул. Самый настоящий. В той ситуации было сложно, конечно, нажать раньше, чем Джиггернаутс реагирует своим Блэдфьюри. Но могли попробовать, могли попробовать. Но все еще вот эти убийства, то есть сначала они убили Кентаврос в центре, снизу убили Дизраптора. Не позволяет команде Роял Невгева подниматься на хайграунд прямо сейчас. Я знаю одно, что у Мидасики в этой доте лучшее оружие. Я горжусь РНЖ, что они собрали два Мидасика. Теперь они сидят, фармят, смотрят Алайнс и думают, эх, там вот тоже Мидасики, но, к сожалению, герои не очень хорошие для такого расклада. И просто РНЖ будут фармить больше. Единственный, по-моему, вообще герой, который может безнаказанного хайдс базы, это Джиггернаут. Но там тоже инстагекс, не факт вообще. Да, да, да. То есть у него вот эта вот халява закончится, когда Шадо Шаман купит себе Блинк. Это вот первое. И второе, если Бруда купит себе Эбисол, Джиггернаут уже в принципе не сможет. Посмотри, Шаман уже на исходной позиции. Он уже готов перехватывать. В сцене флешбеки пошли флешбеки. Там Глимер Кейп, но там, конечно же, бита. Хорошо, что убили его, а не Джиггера. А Джиггер сразу, вместе с Девсом, на реакции. Джиггер еще остается, слышал. Он не уходит пока. Он хочет за спиной пачку крипов, наверное, съесть и потом уйти. Да, Шаман знает, что убили Дзераптора, одного из главных инициаторов, и может себе в наглую позволить отпушить. Естественно, Джиггернаут попробует зарубить Лан Эмма. Ну, он может, конечно, постараться убить, но команда потянется, и это будет месть. И размен в Шадо Шамана явно не нужен. Слэш, а потом вертушку и этап аут. А то есть ты его должен убить за Омни Слэш? Ну, да. Что, думаешь, он не убит его? Ну, я думаю, там крипа рядом. Тошло. Ну, да. Ну, что, он зря молнии собирал? Молния, молния, молния. Веришь ли в камбэк команды Лайонс в этой карте? Нет. Сильная команда не отпустит. Ну, слабая команда, я думаю, уже, наверное, раз в три попыталась зайти. Там бы они бы уже, БКБ-щики, сделали... Опять-опять, кто быстрее, кто быстрее, кто быстрее? Я в него верил, и он смог. А там будут ловить, там будут ловить. На Дольфире ТП. Ой. В центре поймали, что Булду. Ну, короче, мы убираем статус сильной команды РНГ. То есть просто забежал один дядька на хайграунд, отдался на ровном месте. И Шадо Шаман погиб. Ох. Не так все просто. Неужели они... Не, просто если сейчас Альянс реально втерпит, и доживут там на 60 секунд, еще каким-то образом Рошанов будут забирать, не давать рефрешер Шарта и сенсию Аганима Шадо Шаману, то тут Альянс, если выиграют, то им нужно минут 60 в среднем. Вот у нас вчера была игра, где был Варлок, Кэрли Шрак и Хэрри Удэй. Я сказал, что если эта команда выиграет, после 60-й минуты. Вот они после 60-й минуты выиграют, и то же самое касается Альянс. Если Альянс эту игру выиграют, то в среднем после 60-й минуты, потому что с Данией бьет один Джиггернаут. Один. А тут очень сложно еще их бить, потому что можешь подойти, словить перму стан, сейва хорошего Альянс нет. Как бы можно же стампить, но в стане никуда не побежишь. И я очень надеюсь, РНЖ ради Христа. Заберите Рошана, а потом зайдите на хайграунд. Я бы сказал, что условием хорошим для камбэка команды Альянс станут два Аганима. Это первый на Дизрапторе, второй на Зевсе. Вот очень будет этих ультимейтов Грейжанных не хватать. Но мы видим, что пока Зевс не планирует, у него там выход в Каю Яшу, насколько я вижу. Это Зевс спортсмен, это Кая. Обычно если Каю собирает после 29-й минуты, это может быть еще и Яша Кая. Он будет ультрабыстро бегать от Меречников. В Аганим он как-то не особо верит. И Дизраптор, конечно. Дизраптор с Аганимом тоже, это очень классная штука. Дизраптор, мне кажется, в этой игре пока мало во что вообще верит. Столько игр мы видели, когда ничего нет, а потом Талантик, ГПМчик и поехали. Дизраптор верит только в Эссенцию с Рошану. Это, наверное, единственный его. Ну или так, да. Рошан, кстати, появился. Зетса заходит под Вардами, под Серпент Вардами. Команда Илайнс даже и не стремится здесь как-то помешать. Далее ультимейт от Зевса. Рейнджи Поран, да. Не знаю, что их видит, но тут, естественно, преимущество за ними. И на открытой местности у Зевса мало шансов. Если Зевс там как-то подойдет, если он будет стоять не на хайграунде, не в позиции, то его съедают моментально. То есть у него есть блинк, он может сделать блинкаут, но вот Бруда с этими сетками его моментально догонит с блинком и, ну, продолжит кушать. Хекс внезапно Ланэм, Шеклз из кустов просто ставится в теверенем арена, тут же и копьем. Подключается флайпинг. Станчик, Станчик, успеть. И, да, 4 секунды стана. Забьют, забьют. Жигернаут. 420 голды из-за него. Сорвали стрик. Он может догнать, кстати. У него же тревела. Тревела пошел, пошел, пошел в боксе. А Бруда в центре. Бруда в центре в соло. Пошла уничтожать Элдер Тайтона. Тайга. Тайга все-таки ушла. Была близка. Как никогда. Кираса уже есть. Слушай, ну вот это на самом деле хороший момент для захода на хайграунда. Заметь, не дай, как мы продали. То есть вот сейчас самые дорогие слоты покупать в Бруде, потому что там, ну, реально очень мало слотов, а Амидас пока еще выкидывать не хочется. И Аганиму уже можно будет съесть очень скоро. На хайграунд идем. Вардов, правда, нет еще. Да, но есть БКБшки, есть Аеги. Вполне. Вполне можно пробовать. Такой легкой походкой. 40 секунд. Не торопится. Там вообще центр отпушивает Дизраптор. Не уверен, что ребята из Ройл Невгева в курсе, что у Джиггернаута байбека нет. Это только мы об этом знаем. Это знает команда Элайнс. Ну вот она начала. Она попробует. Попробует погрызть Тер-3. Больше урона. Ланэм. Ух ты, как опасно прыгал. Койку хотел зацепить. Не сцепил там. Рейндж хороший. Просто так прыгивает Мане. От него тоже убегает. Тайка включает БКБ. Боже мой, что происходит? Мане развел. Но есть Расплиттер, конечно. Попробует поработать по ЗЦу. ЗЦа есть Аегис. Не забывай. Аегис выбит. И Хаус Найт битый. Так вот снова ходит. Солбайт внезапно потянули. Тайка под БКБ. Все, еще старается пробить. Нет, БКБ у него уже нет. Собственно, убивает Дзевсу. Напали и убили. Здесь главный дэмэдж-дилер. Если Дзевса нет, то довольно-таки трудно отбиться. Арена ставится. Дзевс вообще монстр этого замеса. Джиггернаут попытается сейчас пробить одного и второго. Но, как мы видим, он боится и правильно делает, потому что ему там достанется. Кентавр пытается убежать, но арена его никуда не выпускает. И ребята из РНЖ спокойно забирают миличный барак. Из ультимейтов остается только умни слэш. Лайонс, они втроем. Как отбиваться вообще непонятно. С центром можно проститься. И команда Ройл Невгива подойдет. 15 тысяч преимущества. Все получилось. Одна смерть Джиггернаута. Это позволило команде РНЖ подняться на хайграун. Ну, ребята красиво зашли. Быстренько все сделали. Оперативно. Я вот еще, кстати, не сказал, но вот стан Хаус Найт, он чем-то напоминает анимация стана Хаус Найта, чем-то напоминает анимацию Кентавра. Она тоже долгая. Хаус Найт дважды уже прыгал в эту игру на Зевса. Дважды он пытался его застанить. И дважды Зевс сделал блинкал до того, как получил стан. Койка вы прям на реакции. Не особо им это пока помогает, эта реакция. Да, но тут не помогает ввиду многих факторов. Ввиду того, что на сложный нафидили, ввиду того, что все вышки отдали. И когда у противника было два мидаса, они говорят, ну и вышки наши заберите, как бы зачем нам они. Вот, соответственно, сейчас у них тяжелые времена. То есть один раз РНЖ зашли хорошо. Молодцы. Аегис разменяли, в принципе, нормально. И теперь можно дальше фармить и надеяться на ошибку Alliance. Оп, агоним. Агонимчик, знаете, стайник появился, да. Больше агонимов. Агонимы решают. Причем, что интересно, вот мы предполагали о том, что на Зевс на Дизрапторе, но пока появляется на Титане, что тоже не бесполезно. Ну, я вообще считаю, что Дизраптор зря фармил этот Глиммер. Потому что агоним, он ультимативен на Дизрапторе. Это, знаешь, это как вот, я не знаю, это что-то вроде Блэкхола, который кастуешь сразу, особенно если закрыл Скинетик Филд. И если хочется перевернуть игру, то вот агоним в Дизрапторе, вот в случае Агонима, это вообще самый мощный спелл. Бруда! Не успел нажать на БКБ. Ну и земляем пухом. Да, не среагировал. Хороший смог вылазка. Оперативно, резко. Да, можно сейчас прямо в наглую сбивать вражеские леса, только обязательно там, где нет цветынь, и пытаться убивать кого-то еще. Вот сейчас Бокси пошел, пошел на передовую. Если они никого не убьют, то опция поставить варды тоже приветствуется. Опция... Станк бьет, побежали. Может быть, какой-то Глимс. ЦК видно, ЦК ходит через Блинк и все равно цепляет Глимсом, но там БКБ. Он и не пожалел лишнюю секунду, для того, чтобы просто в него не соинциировали. И пока Джиггернаут, пока, прошу прощения, Бурдмазер мертва, отлично Зевс идет и снимает серверские варды старым сплом. Ну, скорее, Тир-2 больше хотят забрать Альянс. Вот на Т-3 уже захотеть опасно, потому что они не знают, есть у Бурды или Байбэк, а он у нее есть, и, соответственно, там они могут пострадать. Ну, идеально было бы, конечно, развести на Байбэк отойти, но понятно, что... Но там могут не уйти. Да, вяжется какую-то борьбу, внезапно ЦК впрыгнет или Марский в арену, Копьем, Шаман, Хексом. От него очень трудно убежать. Да, поэтому, в общем-то, и не стали Альянс провоцировать соперника. И, ну, думаю, Бурда просто воскреснет через 30 секунд. Альянс, ну, с Доней заработали немного денег. Этот выход позволил ему вышку осилить одну, вот поставить те самые варды, и его игнорируют. Проверили, где РНГ, можно уже разворачиваться. Но нет, они не идут. Там же 35-е. Это руны, за руны. И Альянс могут не поверить, Альянс могут не поверить, что они пойдут дальше. Где занимают хорошую позицию. Балти свою забирает бокс, где прыгивает Флайбе, промахивается копьем, и тут же Климмер Кейп, надо уходить. Уходить из Раптора нужно, но арену поставили уже, его быстро забирают. Там еще и строкуфейт в спину. Шансов. И дальше Манэ идет, танк внезапный по Титану, и он не успел использовать свой Астрал Спирит. Вот сейчас раскручивают под иммунитетом к магии, но его бьют с руки очень больно. Акадим, конечно, классная штука, но не спасает такой ситуации, когда тебя просто в спину бьет ЦК. Знаешь, такие Майнгеймс бывают. Здесь нажал, а ультимые такие думают, но они идут, но они по-любому развернутся. Они что, идиоты? Идти дальше. В итоге Дизраптора с Элдер Титаном не поверили в то, что они пойдут до конца и наказали одного и второго. Если Джаггернаут был бы рядом, это был бы шанс, но они же знали, что Джаггернаут потратил мне слэш, соответственно, могли заходить и не бояться. Так, ну что, ну это минус на саппортах, с другой стороны, поэтому не гарантирует возможность Девгиллап на хайграунд подниматься, спирать еще одну линию. На языке ФНГ они не нафидели, а не на спейсили. На спейсили немножко, можно и так сказать. Ну Джаггер бегает, вот там ищет неприятностей. Ой, его ищет как опасно. Ой, Микки, как ты бегаешь, там на хайграунде твоем соперник ждет тебя. Вот, сейчас он увидит, что святыню бьют. И Микки окольными путями надо как-то по периметру карты домой. Или через Бейтфьюри ТП. Опасно, Микки еще остается. Могут же впрыгнуть. Боже, как выпрыгает Микки, Блинкаут. Микки. Вот теперь Бейтфьюри ТП. Нормально. Дерзко играл нагло, но выжил. Вот, вот, Дезераптор поставил себе быстрый закуп Аганим. Вот оно, условие спасения команды Альянс. Очень нужен артефакт. Терпеть, нафармить. Внезапный статик шторм может решить очень много вопросов драки 5 на 5. Он шарт, уже ЦК. Нули фаер. Зевса, чтоб плот не убежал. Тут кого угодно, прям быстро выключить. Против Зевса идеально. Шупом Блинки нажал. Оп, нули фаер, пошел. Так, ну что, мы ждем Рошана? Ну, РНЖ только его и ждут. Они почти всю карту выфармливают. Вот Бурдой, кстати, приятно доминировать, когда вот такое дикое преимущество, нам напоминает какого-то там Тинкер или Фуриона. Можно там вообще все быстренько выфармить. Там свой лес, вражеский лес и потом пойти быстро добыть Рошана. Зевс ультимейт кастует просто, чтобы... Да, хорошо фармит. Молодой. Зевс кастует ультимейт просто, чтобы видеть, где находится РНЖ. Ой, по пять поймали Бокси. Как же так? Кримсон. Бокси решил впитать. Жить, жить. Бокси терпеть. Терпеть не дают. За это БКБ стан еще от Кентавра. Еще арену поставили на всякий случай. Очень много ресурсов на убийство Кентавра. У него есть БКБ, кстати. И БКБ, что команды РНЖ в ближайшую минуту не будет. Так я думаю, они никуда не педут. То есть он ставил арену. Там кулдаун так-то у этой арены маленький. Поэтому его все устраивает. Бокси, я так понимаю, просто нигде фармить, потому что они вот тот самый пятачок в районе святыни, где они обычно фармят, они его уже зафармили. И Джиггернаут пошел на пофиг фармить вражеский лес. Ну слушай, поднимутся ли на ХГ? Ну вряд ли, да? Нет, конечно. Прошана будет ждать. Там скат прошел, но основной таймер еще не забыл. Ну, винкондишен РНЖ, вот это реально, это просто Шаду Шаман с Эссенцией Аганима, 25 уровень и рефрешером. То есть это вообще изи винкондишен. Если Шаду Шаман в этой игре ставит две пачки змей, если он к этим змеям подойдет, они его расстреляют. При том, что еще с пятеркой РНЖ придется как-то бороться. Ну да, поэтому Alliance надо шевелиться. То есть они на счетчике. Ну как шевелиться? Что делать? Под смоками опять идти? Воевать идти. Как это вопрос к ним? То есть они же когда брали этих героев, они наверняка думали, как они пойдут. Я думаю, что они не думали, что там они отдадут ЦК-3 фраг вместе с Кристроком. Я на этом турнире очень много команд наблюдал, которые вот сидят на хайграунде и такие, ну как им, как им, как они планировали выиграть игру, набирая там некоторые комбинации героев. Ну вот как они планировали, пусть это выигрывают. Я сомневаюсь, что в планах у многих команд было сеять на хайграунде и надеяться, что Джиггернаут там где-то найдет фарм. Джиггернаут вообще красавчик. Он на самом деле реально находит фарм. Но он держится ЦК на одном уровне. Он очень круто использует свои вот эти вот иллюзии с молниями, то есть отпушивает линии и при этом еще умудряется убивать героев. Он вообще красавчик. Еще уходит из-под ответа. Он сейчас реально в Соляново тащит эту игру, потому что только благодаря ему РНЖ не вырывается вперед слишком сильно. Ну вот было бы идеально, чтобы Рошан появился прямо сейчас. Лей Лайнс, если тиммейт Зевса подловили. Да ладно, очень быстро могут забрать Брутмазер. Брутмазер пока живет. Нет, погибает тоже без байбэка. И надо отходить. Ройл на выгиба по не в численном меньшинстве, а не без четверки и без второй позиции. Какой кошмар. Лей Лайнс. Вот, вот так, Рустамыч, Рустам. Вот он. Вперед, вперед и пошел, пошел. Ну, посмелее, поактивнее. И Рошана нет пока, но успеет он появиться до того, как появится Брутмазер. Это будет Рошан для команды Лайнс. И вот, пожалуйста, Аганим, Эссенции, Рефрешеры, все, что вы хотите, только теперь для европейского коллектива. Как все быстро может перевернуться. Сбирается еще 4 баунти руны. Ну, главное Дизраптор, я думаю, будет рад вот всему этому раскладу. В принципе, он тогда... Там Рефрешеры, там не Аганим. Да нет, само собой. То есть, когда будет Рошан с Аганимом, там вообще Дизраптор с удовольствием съест эту Эссенцию и потом себе, допустим, может нафармить какой-то Рефрешер, Блинк, чтобы врываться первым и быть еще полезнее. И в итоге вот эти вот две смерти, они на самом деле очень сильно повлияли на эту партию, поскольку теперь РНЖ 6 минут вообще ничего не будут делать. Они точно не будут заходить на хайграунд. А в Лейте у Альянс реально появятся шансы в Дракен Рошане. В Дракен Рошане. Так, ну что, забираем Рошана. Поделим как-нибудь, кому достанется Рефрешер. Так сразу и не скажешь, конечно. Тут с одной стороны хочется и помочь второй Стампид, может быть, там, не знаю. Я Зевсу дал. Зевсу, может быть, тоже. Зевс, да, вот Баганим только сейчас будет выходить после Каи и Яши. У меня остается 7 тысяч всего заработать в кебаб. Ну, то есть на будущее. То есть там два Нимбуса, два ульта уже под Яши и Каи нанесут солидное количество урона. Ну, Кентавру дали пока. Он передал, кстати. Сыр остался у Кентавра. Дали Зевсу. На будущее, на вырос, так сказать. Вот как только будет Нимбус, все будет отлично. Ну, шо, РНЖ? На фидели? На фидели. Да. Ну, что поделать. Рошана отдали. С командой ТНТ примерно похожего плана игры будет. БКБ-щики как бы все меньше и меньше длятся. У Шаду Шамана там своего Блокинг Бара все еще нет. У него есть Глиммер. И Аганим будет у Шаду Шамана нескоро. Потом Бруда еле-еле ползает вот именно по своей территории без сеток. То есть, вот на нее смотришь, она просто, знаешь, как черепашка двигается. Вот так, черепашка. Не спешит просто. Ну да. 20 зарядов сетки. Кто понял, что это не спешит. Смок. Пошла в Смокинган. Против Сыра. Эггис и Рефреш. Ну, давайте посмотрим. Увидел, увидел Титанчик. Титанчик увидел. Титанчик увидел иллюзии. Кекс. В Эзершоки. Будет ли Шайклз. Влетает все время в боксе. В БКБ уже нажали. Ставится Арена. Ну, там сейвят, как могут, конечно, этого Киндавра сейчас. Он прожимает там Питл. АНМ тоже переживает Микки и его Блэйд Фьюри. Микки дерется один против всех. Он Мисклаж раскастовывает и хватит сил пробить соперника. Бруда убирает. У него нет байбэка. Мане тоже мало здоровья остается. И Мане тоже в таверну. Байбэк у него имеется. Тут же он его нажимает. И остается 4 в 4. Сейчас погоня дальше за Ахфу. Ахфу получает баши, криты в спину. И даблкил для Микки. Низкий поклон Бокси. Он то есть ворвался. Но там было понятно, что он 100% не выживет. То есть рано или поздно его убьют. Но, черт возьми, не весь замес фокус или Кентавра с БКБшками почему-то Хаус Найт не прожал ультимейт. Вот этого я вообще не понял. Почему он его не нажал? И Шадушамам почему-то Змейки не нажал. И в итоге без кулдана, как мы видим, РНЖ совсем ватная. Вот именно Хаус Найт, он силен ультой. Если его ульта не нажимается вообще, то урона он наносит слишком мало. Потому что у него весь, вся мощь Хаус Найта в ультимейте, а он его не нажал. Лол. Лол. Да, с другой стороны, мы же говорили о том, что против иллюзии ЦК в Лейте будет чем бороться, будет чем сражаться. Да, но если он их не будет нажимать, то и бороться не нужно будет против Хаус Найта и его иллюзии. Можно просто радоваться тому, что он еле-еле кого-то убивает. Тяжело, тяжело, конечно, сейчас получилось. И драку выиграли команда Alliance, причем особо ничего так и не потеряв. Появляются новые артефакты Lotus Orb для Elder Titan. Койкова может уже позволить себе приобрести Аганим, чтобы оставались деньги на байбэк. Ну там, может быть, еще немножко пофармить придется. Ну и как-то все. Экономика теперь на уровне, на одном. Да, ребята из Alliance ничего не спушили, конечно, у них потерян центр. На 44-й минуте это абсолютно не проблема. Теперь вин-кондишен и РНЖ это только Shadow Shaman. То есть надеяться можно либо на Змейки Shadow Shaman 25 уровня, либо на то, что они где-то сделают фраг. Здесь уже такая палка на двух концах. То есть кто нафидит? Вот нафидит тот у Alliance без байбэка. РНЖ могут попробовать зайти 5 на 4. Или наоборот. Нафидит Alliance, зайдут РНЖ. Но если Alliance не нафидит, мне кажется, вот убираем из уравнения Змейки Shadow Shaman и РНЖ уже не могут бить базу. Как бы 5 секунд мало с БКБшиками, чтобы убить вышку и уйти невредимыми, поскольку Дизраптор вернет любого и там будет моментальный минус. А вот на такой стадии за минус дает очень много. Там герои уже бегают 25 уровня, полностью затаренные и РНЖ встряли. Все, у них теперь огромные проблемы с хайграундом. Как Джаггернат поднимается. Да ладно, прям вот так вот под хекс. Там же, естественно, будет стоять в центре 6-секундный стан. 6 секунд, лол. Переоценил свои возможности. Но легкое выбитие, скажем так, этого Аегиса. Дальше Тайгу будут забирать. Очень быстро. На боксе прыгает. Давайте посмотрим. Есть Soulbine. Ударяется об стенки арены. Сейчас Тайга погибает без байбэка. Хилингварт устанавливается, но получает очередной хекс. Ставит все время неплохой нимбус, конечно, на урон и ноль, потому что БКБ работает. И вот, пожалуйста, фит от команды Alliance. Встречайте 5-секундный стан и 6-секундный стан. Так, на языке уважаемых коров это была реализация Аегиса. Вы ничего не понимаете, Рустам. Я понял все. Я понял, что я ничего не понял. Причем неважно, что команда находилась вообще чертной оде. То есть он просто зашел один. Хайграунд смерти, Дима. Его убили. Та стоит команда полностью. Пока убивали его Аегис. Все остальные команды, видимо, вообще была в шоке с того, что он нашел. И вот он тот самый фит. Мы понимаем, что его команда вообще ничего за место не смогла сделать, потому что позиция была ужаснейшая. Хуже позиции Микки. Наверное, выбрать просто нельзя было. Но он поднялся на этот хайграунд. Он поднялся, да. Он просто посмотреть. Мне это просто спросить. У меня Аегис, что я могу, да. 6 секунд стан. 6 секунд стан — это крепко. Это прям очень крепко. Опять все переворачивается, друзья. Но это фит, я говорю. Мы обсуждаем великое какое-то, знаешь, эссенция гайгения. Мы обсуждаем великое агонимы, эссенции, все дела. А решает в центре. А решает просто... Да, решается просто один вард и решает кор, который забежал и решил умереть по собственному желанию. Джаггер, байбэк. Отойти, отойти. Снесли Тир-3 Тауэр снизу. Варды были проставлены в бараке целы, пока отойдут роялные выки вап. Ждем следующего Рошана. Ждем. Короче, если Аегис упадет еще раз, я уверен, Койко его просто стырит. Он такой, боже ты мой... Микки, не доверю больше. Боже ты мой, да, друг мой. Давай ты будешь стоять сзади и иди за мной. Я знаю, куда идти. А, эта ошибка Джаггернаута привела к тому, что мало того, что по экономике просели, Тир-3 потеряли. Так еще и Джаггернаут без байбэка остался. Вдумайтесь, друзья. Две минуты назад, еще две минуты назад Джаггернаута было все. И байбэк, и Аегис в инвентаре, и прям великая хорошая позиция. Я вспоминаю историю, когда я играл, по-моему, в Замосков Пакса, там были, или Гараж Гейминг, я не помню, какой у нас был тег. Гот очень любил брать Аегис, забегать в район фонтана. Ну, там фонтан не бил, но там рядышком было. Он говорит, парни, я пошел реализовать Аегис, его убивают, потом его убивают еще раз. Он говорит, парни, я реализовал Аегис. Каждый по-разному поднимает реализацию. И мы убегаемся. Все контакты, так и моменты бывают. Микки, Микки, Микки. Надо исправляться. Надо исправляться, Микки, покупать себе этот МКБ, который ты хочешь приобрести, и в драках уже все-таки получше действовать. Просто аккуратнее. Моя мечта, моя влажная мечта это увидеть 6-слотового Марса с Аганимом. Вот это вот щитка, да, у него много слотов. Он больно бьет. Сейчас он бьет 770, но это слабенько, знаешь, там вот я видел Марсов, которые бьют минимум на косарь. Там еще Ладнерс есть, он еще отхиливается с каждого удара. И при этом там кулдаун, по-моему, очень маленький. 1.4, по-моему. Там супер маленький кулдаун. И он еще обнуляется. Да, и он еще вот в этой арене. И вот такой Марс, по-моему, вообще в лейте убивает почти все. Ну, роликов на ютубчике очень много. Да, да, да. Вот это Марс-убийцы. Это на самом деле, как бы, в лейте, мне кажется, аганим все-таки может немножечко стоит ослабить, поскольку мы это редко видели. Но когда мы это увидим пару раз, это будет напоминать какого-то, наверное, спирита. Когда Джерекс, по-моему, против Team Spirit просто людей на фонтан закинул. И что-то валю и решили. Ничего себе. Вау, неплохо работает. Так, теперь, не попытка зайти. Так, неожиданно. Если смог, это скорее сделать еще один минус внезапно. Да, да. То есть, конечно, вот можно попробовать. Но Кентавр, опять Кентавр. Хочется ли его. Шального Кентавра хочется попробовать убить. Шальное не шальное, его сложно будет убивать. Но, знаешь, тут все очевидно. Вот он так бежит, да, сверху команда. И Рэджи помнит, как они выиграли за мисс. Вот здесь похожая ситуация, поэтому они знают о силе горы. И план гора работает. Не решились, не решились. Ну и ждем, ждем Рошана. Конечно, там основной таймер скоро дотикает. Будет доп таймер, пока Рошана появляется в среднем там где-то полторы минутки. Дабл дамедж. Надо хекс дофармить. Ахфу, кстати, довольно важно тоже в драке под Солбайн кидать хексы. Очень удобно с Гримстрока так инициировать или контр-инициировать всегда. Хоть что там бурды по слотам? Что-то давно не видели. Раз, была, гоним, нули фаер. 5800. Бладторн хочет. Ну, скушать Аганим, Бладторн, да, круто. Ну, Мидас скушим пора, по-моему, тоже. Не, не, сначала сушать эссенцию Аганима, а потом купить Бладторн, потом купить Муншард съесть его, и потом купить вместо Мидаса хороший артефакт. А Мидас до последнего оставляем. Ну, тут как бы 8 слотов. То есть в нынешней доте, в принципе, всех коров можно взять 8 слотов. И если у них реально большие проблемы с тем, чтобы зайти, то а что бы нет? Что бы не реализовать его полностью? Конечно, тут бокси, конечно, и хочется, и колется. Провоцирует, провоцирует. Да, тут он такой. Ну, там, смотрите, он плотный. Шива, Кримсон, там, Лотус Орб. У него очень много брони, конечно, он будет жить. Микки, Койкова. Прячется по периметру карты, отпушивая нижнюю линию. 35 секунд. Побыстрее в этот раз появится. Ну, теперь здесь точно будет и Аганим, и Рефрешер. Это прям 100%. Четвертый Рошан. И это Шаду Шаман уже заезжает. Ланев сам не нафармил себе там? Нет. Ну, я думаю, он, в принципе, уже знал, что так и будет рано или поздно, поэтому он даже не пытался нафармить Аганим. Вот Дизраптор, он... Ну, молодец, Нцени. Понимал, что, скорее всего, они Рошана не заберут, потому что, опять же, в чистом поле у РНЖ преимущество за счет Сета, за счет Бруды. И он купил Аганим сам. Молодец, молодец, Нцени. Я натерпел, он должен был взять Аганим. Аганим может зарешать в драке, это факт. Грамотно поставленный статик Шторм. И команда Ройл Невгива, особенно коры-герои, не смогут нажать артефакты. Это Аеги, Сыр, Рефрешер, Шард и Эссенция. И Эссенция, по-моему, самая вообще ценная. Это сколько? 4К с лишним плюс рецепт. Это слишком много по деньгам получается в лейте. Вот отдавать именно команде Эссенции, это грех. Небольшие проблемы у Флайби пока. Но вот там показывают как раз-таки список артефактов. Есть Аганимы и у Койковы, и у Сейния теперь, и у Тайги тоже на Элдерстайне мы видели одним из первых артефактов, он себе его приобрел. Ну, там, если касательно Лайонс, то либо Микки, либо Бокси, да, Аганимы себе должны забирать. Да. Ну, Китавр, Аганимы знаем, насколько это мощный стампит. Мы через все барьеры просто пробегаем, свои команды очень классно смотрятся. Джаггернат, я думаю, тоже был бы доволен усилить себя таким образом. Влетает, Мане, сразу начинает бить Эссенцию, 4-секундный стан Эссенции, ничего не успел сделать, просто погибает. Где статик шторм? Нет, его. Но там, правда, 20 игрим строка забрали, тоже без байбека. Шекас удерживает, стой на месте, ты ж куда пошел в боксе, играет его, просто вся команда Ройл, не выгибап, даблкил для Мане, и драку Элайнс провалили. Ну, Хаоснайт сбожил, ворвался один в троих, нажал на БКБ, стамп прописал, при этом еще разультился, и вот убийство Дизраптора, ну, почти разом убивает все шансы Элайнс. Дизраптор, он реально, наверное, один из самых главных героев в этом замесе. И шансы у них... Вот сейчас, кстати, есть шанс. Сейчас Джаггернаус дабл дэмэджем, у РНГ нет одного героя, то есть получается, они дерутся 4 в 4, и нужно просто отойти. РНГ нужно просто выйти из Рошпита. 4 на 4. И Хаоснайт без ульта, вот что немаловажно, Хаоснайт без ульта, поэтому сейчас сами Алайнс могут зайти на этого Рошана. Но там и стампида нет, нет пока Нимбуса тоже, там кулдаун минимальный, понятное дело. И из мейшаду Шамана нет, то есть там, на самом деле, много чего нет, Алайнс реально могут стырить этого Рошана и забрать Айгис. По дабл дэмэджам Джаггернаут быстро будет пробивать, криты под 740, мы видим, по Зетцу пробежался, посмотрел, байбэк от Гримстрока имеется. Так, теперь убегаем, ждем. Стан ЦК внезапно, в 2 секунды арену поставили, пригвозили тем временем Бокси, Шеклос там просто у Бекки пытаются спасти Микки, крутится, вертится Микки, Хеликварт сбивается, Микки погибает, он без байбэка, ой-ой-ой, опасно ЦК, минусует, но у него байбэк имеется Бокси, остается один тайга подтягивает, дает их сплиттер, попытается разломать Зетцу, Зетца до сих пор жив, молнией получает спину, но добить его просто нечем, нечем добить, выживает Брутмазер, ЦК после байбэка пятером, Роял Невагивап, 4 героя Лайонса, у них нет керри, у них нет первой позиции, возвращается ЦК, Брутусорп, стан 4 секунды, и в себя и в соперника, тут же Бокси продолжает своим станом, пытается уйти, ребята из Лайонс, Флайби тем временем глимсует, под Кинетик Филд, Стапл Леджа его забирают, тут уже делает байбэк, пошел Шайкос, работает по Зевсу, Зетца убивают, у него есть байбэк, пытается теряться Элдер Титан, минус гримстрок, те времена байбэка у него теперь уже точно не имеется, 3 секунды стана по Элдер Титану, но пока никто не бьет, Ланем возвращается, Бокси снова прыгает, отличный стан, разкастовывается Хестомба, Тайки, Нима копье от Флайби, Тайка будет убегать, Зетца в погоню бросается, Статик Шторм, тот самый поставлен, Кинетик Филд под боем, но они просто с руки бьют, нет демеджа в этот Статик Шторм, никто не пробегает, Ланем уже здесь, Хекс, Шекл снова не работает, Тайка раскручивал Эхо Стоп, его убивают прямо в момент анимации каста, минус тем временем Зевс, он без байбэка, байбэк все время от Элдер Титану, втроем остаются ребята из Альянс Бокси, Варды, и тут же еще накрывают копьем, Флайби не отпустит вместе с Зетцу, Ланем удерживает в Шеклсах, трипл килл Байзетцу, и бегут дальше, остаются два героя команды Альянс, Инсене погибает, ультра килл от Зетцу, и делает моментально байбэк у нас, из Раптора остаются вдвоем Альянс, но они очень много потеряли. Место рук, там столько байбэков было, то есть я на самом деле что-то считал, 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 потом я в один момент сбился, четыре байбэка от РНЖ, они просто байбэками сдавили Альянс, и всего лишь нам всего два байбэка от Альянс, Альянс просто не хватило в этой драке байбэков, будь там байбэк, либо у Джаггера, либо еще одного героя, у них был бы шанс выиграть этот замес, но к сожалению, тут уже просто экономическое преимущество было в пользу РНЖ. Ну а теперь заканчивать? Теперь заканчивать, что может остановить команду Royal Neva Give Up в этой атаке на бараке? Дизраптор плюс Элтер Тайтон, два субпорта, очень слабо в это верится. Джаггернал 20 секунд, но они уйдут, слушай, там Рошан-то все еще стоит, Рошан надо забрать. Надо отойти, тогда все правильно. Байбэков реально уже никого нет, то есть Альянс еще не проиграли, РНЖ это понимает, поэтому они убегают, если бы они били барак сверху, то скорее всего там Джаггернал успел подойти, поэтому нужно быстренько, быстренько стырить Рошана, пока линии отбушены, и забрать себе все замечательные артефакты. Вкрытые в тысячу уже вылетают. Элтер Титан, кстати, идет, но он не успеет. И Дизраптор идет, он тоже не успеет, они не успевают. Ну хотя вот иллюзия пошла, пошла, пошла. Вот Эхэстон внезапно может быть, там артефакты выкладываются, БКБш не нажали на всякий слой щит. Надежно, надежно, надежно. Сыр, там что-то вообще осталось. Все, позабирали. Бруда, Аганим, но съеденный, еще один в инвентаре. Марс Аганим себе приобретает сам. Кому что еще досталось? Ко нам на Бруду, пожалуйста. Кому эссенцию? Вот видишь, у Бруды и Аганим в эссенции, и Аганим в инвентаре. И Аяки с рефрешем тоже у Бруды. Интересно. И зачем ей этот Аганим? Больше статов? Я же придумал. Ну там, видимо, не особо выбирали. Ну да. Быстро. Кто-то накликал и убежал. Продал его. Продал, да. Продал свой. Купит Блатторн на эти деньги. Рефрешер есть. Мидас пока переложил в рюкзак. Рефрешер приобретает себе Зевс. Надо еще что-то купить. У него 6-100. Думаю, что еще такого здесь. А куда? Слотов нет. Ага. Ну, когда Аеги закончат, он переложит. Рефрешер неплохо смотрится. То есть, два БКБ. Ну, Шард есть. С Рошана. Ну, Шард бы я дал С Шаду Шиману. Ну, тоже вариант, да. То есть, там все-таки он как-нибудь крутил на 25 уровне. Шаману Аганим не дали. Вот обидно. Это, да. То есть, он забрал, ушел Шаман Аганим, взял Айсенсию и продал. Ну, что это? Камон. В любом случае, то есть, осталась последняя линия. У Бруды Байбек есть, у Джиггеронда Байбек есть. 16к перевес. Они могут хотя бы поставить Змейки. То есть, посмотреть, как вообще пойдет. Сейчас будет, наверное, последняя, самая важная драка. Там Марс наконец-то купил себе Дизольку. Там я уже видел 1000+. Вот он реально опасен. Ему главное добраться до Зевса. Добрался до Зевса, победил. Ему бы сыр переложить на самом деле, потому что у него байбека-то нет. Так можно и с сыром в рюкзаке остаться. Ну, можно после Блинка. То есть, прыгнул и переложил вместо Блинк для игры. ЦК Шатоблэйд шарт ему, кажется, достался. Да, у него шарт. Микки здесь. Но ведь будет драка. Байбек есть у Бруды с одной стороны, но и с другой стороны только у Джиггернаута. У двух героев байбека. Прям обе команды борются за позиционочку. Alliance байтит так, чтобы Вилли Джаггер или Кентауру у Джиггернаута из байбека потом вернуться в замес, а РНЖ не ведутся. РНЖ просто они потратили все байбеки. Идеально для РНЖ это просто дождаться байбеков. Потому что денег у них много. Главное, чтобы деньги могли реализовать себя. Ну, у них же все прелести с Рошан. Они не хотят останавливаться. Не хотят идти вперед. Будут нападать, кажется. Последняя драка. Сейчас может все решиться. Бокси прыгает неудачно. Чива, Флайбе тем временем отличное копье, но не пригвоздил. Просто там с Рошана только Эггис пропадет, а все остальное останется. То есть, в принципе, в принципе, с Рошаной потом можно еще дополнительные забрать. Я понимаю, Тим, о чем ты говоришь. Но они хотят идти вперед. За позиционочку борются. Бокси прыгивает первым. Пытаются пробить. Ставят тем временем неплохой литимейт от Девса. Хватит ли сил пробить Марса? Марс! Где же Сыр? Марс! И он погибает! Сыра нет, лол. Об этом я и говорил. И об этом я и опасался. И об этом говорил я, что вот так вот идти, то есть, опасно к противнику на хайграун, где большое количество вардов, где Альянс просто на этой территории бегают где-то в районе минуты, может быть, 2 минуты. Они просто бегают, стараются забайтить РНЖ, и РНЖ забайтились. То есть, на мой взгляд, Сыр, Рефрешер Шард и Эссенция с Аганим останется. То есть, им ничто не мешает просто дождаться хотя бы байбеков, потому что сейчас опасно фидить. Сейчас очень опасно фидить. Альянс могут вообще за один заход войти с Неститрон, если РНЖ ошибутся. Забираются баунтируны. 90 секунд есть у Альянс для хорошего ганга. Проблема в том, что после убийства Марса без байбека они не могут прямо сейчас достигнуть до базы соперника. Ну вот они начинают. То есть, рано или поздно там что-нибудь появится у Кентавра на пуш крипов, может там какие-нибудь волнисит сберет, что-нибудь появится, еще там у каких-нибудь героев, там может Дизрафтор как-нибудь приоденется. То есть, реально, вот они успевают. Они реально успевают подойти до базы и может быть даже смогут снести Т3. Минута есть. Им нужно рисковать, потому что у них на самом деле таких шансов будет мало. Все-таки РНЖ сейчас на мой взгляд фиданули и Альянс должны их наказывать. А это спидпуш, кстати. Руна волшебства, шаттоплейт. Это иллюзии в трон или там в Т3 барах. Но там сверху еще и бруда мы видим вместе с Гримм Строком. Да-да-да, они идут спидпуш. То есть, они... Ну, понятное дело, что драться здесь это самоубийство, то есть, можно игру проиграть. Пара ТП назад от команды Лайнс. Микки остается, Т3 забирает. Единственное... Ну, Т3 забрали без бараков пока. Ну, нормально. Ну, могли и барак, я думаю, забрать. Они хотят убить. У них хотят убить. Взятьцу, взятьцу. Посветили его. Там БКБ, ТП-аут. И не догонят. Хотя ставится, смотри, Ним, но с БКБ Зетцу просто бежит. В БКБ, ТП-аут не хочет нажимать. Все нормально, остается в лесах чужих. И ЦК снижу тоже уходит. 9 тысяч. Может, он Муншард купит? Знает, что так можно. Просто у него гонима, а Муншард не хочешь купить, друг? Тир один уровень. Я хочу поехать на Инт. Муншард. Скади. Окей. Просто пока лежит Аегис, Скади не работает. А Муншард бы работал, ладно. Ну, Скади, он БКБ нажмет. Я надеюсь, он его купит. Я надеюсь, он его... Скорее всего. Не, на самом деле, в этом есть логика определенная. Ты БКБ нажимаешь, потом ты можешь просто Скади положить в драки. Тебе это поможет, он статов даст. Все, он смеет Аегис, пропадает Аегис. Пошел, пошел, пошел. Не сказать, что ему Скади очень сильно поможет, потому что... Ну, это хороший литовый артефакт. Это хороший литовый артефакт, но именно на Стамбиде люди убегут. Если он до кого-то добегает, начинает кусать, то, в принципе, там уже цель не выживает. И что еще, что еще? Что еще? Чем больше у него ХП, тем сильнее его дамажит Девс пассивкой. Ну, да ладно. С такой логикой вообще может на ХП ничего не привыкнуть? Ну, в его случае, да. Ему нужен урон. Ему нужно успеть убить за Блэкинг Бар кого-то. Если он за Блэкинг Бар не убивает Девса, то там дальше будет печально для него все. Так, ну что? Воскрешается Марс. Потеряли тир-3. Не проблема. 10 тысяч преимуществ остается команда Ройлана выгибап. чтобы поехать на The International напрямую. Ну, Рустам, в том числе. Вот та самая 60-ая минута и Алан теперь могут идти заканчивать. Все. Та самая минута прошла. Теперь они способны. Как минимум, тайминги уже подошли. Те самые, о которых ты говорил. Да, теперь можно. Неужели он подставляется под нулефайром? Будут грызть. Ставят с тем временем. Неплохой Нимбус. Флайби арену наперед. Ставят, чтобы кто-нибудь пропагал. Марс идет до конца. Это бьет. Лида добивает Дизраптора. Кстати, к шторму-то в итоге и не было. Ну что, стампит. Мануэй идет дальше. Стамп двухсекундный срабатывает. Я думаю, что это в принципе хватит тайгу забрать. Тайга раскручивает их и снова погибает. Но минус ЦК, минус Шадо Шаман. Уже Шадо Шаман без Байбека. Кстати, используется Солбайн. Тут под него пока ничего нет, кроме Фантом Эмбрейс. Из-за этого разворачивается, бьет Бокси. Флайби здесь. Копьем пригвоздил снова в очередной раз Кентавру. Он очень жирный, очень толстый. Но если будут его бить все, они его пробьют и пробивают его. Отступаем. Элдердайтс на Удизраптора Байбека нет. Есть Байбек у Кентавра. Байбек от ЦК, Байбек от Шадо Шаманов. Пятером Ройлана и Вагива будут 80 секунд против трех героев команды Элайнс. И последняя линия, которую нужно забрать, ставится в арты. Используется Глиф. Надо добивать. Элайнс. Я не знаю, как они будут защищаться. У них нет Нейбуса. Змейки очень трудно бить. Змейки сейчас отрабатывают. Джаггер не хочет подойти. Он может подойти, словить стан от Хаус Найта на 6 секунд и до свидания. Вот пошел Кентавр, но он бьет очень медленно. У Стана появился Байбек, он его нажал сразу же. Есть Байбек у Кентавра. Вчетвером все-таки будут Элайнс, Микки БКБ. Пошли вперед. Пытаются в очередной разобрать шесть секундный стан. Мане зашел, минус Кентавр. Убили Бруду. Бруду. Байбек так же имеется, нажимает. Мане отцвует. Става, начинай, Хаус Найта без Байбек и БТБ. Хаус Найта Байбек. Класса остальные герои бежали. И вот ты видел, как Бруда упала после того, как у нее закончилась БКБ. Она закончилась БКБ, она упала где-то за секунду. Там даже, наверное, не секунда была, а может быть даже меньше секунды ее просто расщепило, вот как будто ее, знаешь, тапком просто в этот момент в замесе там кто-то. Ударил и все. И она вот реально вот с этим Скади, на мой взгляд, все-таки лишнее БКБ это 5 секунд жизни, а вот лишнее Скади это, не знаю, потому что реально вот он лакомый кусочек. По-моему, сейчас немножко заигрались РНГ, нет Байбека у Хаус Найта, и это хорошая новость для Альянс. Напомню, что замес начинался вообще супер выгодно, потому что Марс нашел Дизраптор, он его моментально вырубил, фактически Альянс с самого начала дрались в меньшинстве. И... Марс, батя. Подвожу ее. Марс. Марс хорош. Кто спорит с этим? Ну, видим, что и у Альянс пока тоже численная недостаточно полноценной пятерки. Марс уже думает, да, там я думаю о том, что с Аганим пора кушать, там что-то новенькое приобретать, что-нибудь на демош, на урон. 4-300 у него есть, Рошан появится через 6 секунд, но посмотрим, 4 на 4 пока ребята играют. Там у Зевсу Джаггернаута Байбек появился, тут есть у Марса, у Кримстока. Очередные пляски вокруг Рошана. Ну, тяжелее, конечно, Альянс, просто потому что подпушивается постоянно нижняя линия, центральная линия, вечно нужно отспамливать. Из плюсов там уже травола, то есть там у одного героя травола, там у другого травола, там Джаггернаут уже довольно-таки хорошо оделся, он может вот фейзы, допустим, в будущем заменить на травола, просто кидает 2 иллюзии, на одну из иллюзий вешает молнию и линия отпушивается. Вот главное сейчас ему не встрять, потому что все-таки там Шаршаман есть, и Марс, и они очень хорошо наказывают тех, кто идет в полении. Неужели будут гангать? Ой-ой, Микки выходит. Копьер решит игру, да? Вард стоит, Лайби. Смотри, смотри. Вот он. Тут манда, БКБ, нашел, арил поставил, пригвоздили сразу Дизраптор, опять пострадал. Как же неудачно пустенку занимает, но есть Абисл Блейд, Баша срабатывает, минус Дизраптор, он на флайпе может погибнуть, тоже пытается драться до конца, Микки пробивает его, у Марса есть байбэк. Ставятся варды, тут же Зепсу пошел, сам под БКБ, через Хекс, пытается убить, проблема у Джаггернаута, надо сейвить, и успевает его, у него есть байбэк, дальше пошла атака по Элдер Тайтану, его не могут удержать Ланэм, потому что используется тампит, и просто убегает кентавр своими тиммейтами. Джаггер сделал байбэк, неплохая атака от Марса в очередной раз, залетает и просто убивает Дизраптора, не дав тому поставить стадик. Да, причем у него в этой, в этой ареи... Ой, соло, ой, соло, ты посмотри, Койку, Койку сможет убить, крит, один на пол, здоровье, пять секунд стана. Крепко, крепко. И Койку погибает, он пошел за артефактом, кажется. Этот соло килл сейчас просто позволит им зайти на хэгграунд. Зевс, это вообще, наверное, единственное, что стопало РНЖ от захода на хэгграунд, ему давало нереальное количество урона, находясь на горе, теперь Зевса нет, они быстренько заберут Рошана и успевают заканчивать игру. Подожди, 70 монет не хватает Зевсу до байбэка, 70. Баунти нужна, баунти... А баунти не будет. Баунти все собрали, да, все баунти собрали. Ланэм, твой. Е-бой. Да, есть, есть. И рефрешер Шар Цуэ, вот тот самый Шаду Шаман. Они могли это раньше сделать, БТВ, они могли это намного раньше, вот теперь он идет заканчивать игру и делать мень крипов. Две пачки вардов под Агонимом, я не знаю, как с этим будут справляться лайнс. Вот в этом против такого пика это самая настоящая грязь, это то, что выигрывает игру. 25 голды, Зевс, ну успеет накапать, появится в игре, Дизраптор 30 секунд. Ну, бараки, я думаю, мертвые, тут без вариантов. Бараки должны пасть 100-пудово. Давайте посмотрим. Раз варды, два варды, поехали, Ланэм. Понятно, БКБ, Хекс дал. Варды поставил рефрешер. А где же до рефрешера варды? Ну, может быть, мана не хватило бы? Не знаю, драка начинает с теренией, пробивает очень быстро Джекернаут, он без байбека гибнет. Дзевс выкупается, он здесь, ставится арена, Зецу мало хп, но они справляются. ЦК прям лютый урон, наносит по сопернику Тайга. Расказновал их из Томб, мы под Нимсом смогли забрать хотя бы одного ЦК, но численное большинство снова у Royal Never Give Up просто к трону пригвоздили, убивают четвертого и пятого тоже выключают. Появится Дизраптор, но команды не будет. И, скорее всего, здесь Royal Never Give Up уже не оставит возможности за камбэк эти Лайенс. 1-0 в этой серии, good game, well played. Браво, Royal Never Give Up, они добились его на 65-й минуте. Ну, в общем, веселая каточка. Одни и вторые, ребятки, молодцы. Спасибо большое за то, что РНЖ нафидели и сделали эту игру немножечко интересней. Ну, как мы видим, в Лейте, в принципе, все решает там 1-2 фрага. Один хороший фраг на Зевсе, Зевс не успевает вовремя выкупиться, там нападает на него, Джиггернаут умирает, он байбекается, и, в общем-то, РНЖ оказались чуть-чуть сильнее. Причем прелесть такой доты, что когда заходит игра в Лейт, мы обсуждаем какие-то супер дорогостоящие артефакты типа Скади, Моншардов или Рефрешеров каких-то. По сути, вот важные моменты, если так вспомнить, это Сентри Вард, который стоял на хайграунде, это Шадоу Блейд, который ЦК купил и пошел убил Зевса в соло. Это суперкредкий хак. Нюансы, мелочи, но из-за этих нюансов и мелочей строится практически лейт одной целой карты, где ребята сражались на протяжении 65 минут просто какой-то нереальной фантастической доты. Ну, и действительно, чуть-чуть сильнее были Royal Never Give Up. То есть нельзя сказать, что эта команда там как-то доминировала, можно сказать, только в early game, а взаимные ошибки были на протяжении всей карты. Но в целом Royal Never Give Up были чуть-чуть поинтереснее, чуть-чуть повеселее играли. Они все-таки первым номером были большую часть этой карты. Там был нюанс, когда они экономику до нуля свели. Это когда и Lions немножко закомбетчили. Но в целом Royal Never Give Up